Слушайте, такое дело, меня спрашивают, почему так триумфально ключ идет по такому распространению. Ну, легко могу объяснить, потому что там ничего особенного делать не надо, потому что вы там делаете то же самое, что всегда в жизни делаете, только в более свободной, оптимальной для себя форме, в более свободных условиях. Ну, например, вот Влад мне написал, спасибо огромное, я нашел свой прием переминания с ноги на ногу. Ну, молодец, Влад, конечно, конечно. Мы же все так делаем в ритме собственного дыхания, мы переминаемся с ноги на ногу. Когда мы решаем какой-то вопрос, ходим туда-сюда по комнате, качаем ногой, повторяемые движения, снимают напряжение, это помогает легче думать. А когда мы это делаем осознанно, в форме приемов ключа, ну, ничего особенного не делаем, правильно? Вот, например, прогулка в парке. Кто-то любит думать, гуляя в парке, но не каждый день же у тебя парк рядом, правильно? И, допустим, зима, и, допустим, дождь пошел, или, допустим, у тебя времени нету. А ты можешь взять это действие, смоделировать у себя в комнате, да. Но ключевой момент там какой? Переминания с ноги на ногу. Ключевой момент какой? Повторяемые движения снимают напряжение. Поэтому принцип ключа подбора путем перебора тех упражнений, которые никаких затрат не требуют. И ты создаешь себе ту модель, которая для тебя наиболее удобная. В парке ты, например, гуляешь, да, тут дождь пошел, и свобода твоя нарушилась. А здесь ты создаешь себе оптимальные условия. Это называется моделирование. Вот ты делаешь подобранное для себя повторяемое действие максимально удобным образом, без всякого насилия над собой, без затрат времени. Да, потому что там пока доедешь до парка, потом приедешь из парка, потом там какая погода, потом тебя отвлекли, и ты выскочил из этого повторяемого ритма. А здесь ты думаешь о своей проблеме и делаешь повторяемые движения в ритме собственного дыхания. То есть дышишь, как дышится. То есть ничего делать не надо, просто ты моделируешь это в более свободных для себя условиях, в более оптимальных условиях, осознанно. То есть ты берешь из жизни все, что ты делаешь и так инстинктивно, анализируешь. Ну я там показываю это, и вообще вы можете в книге это все прочитать. Вот из всех книг, которые у меня там написаны, там много-много книг, там до 20 книг, вы можете взять просто в магазине меню, электронную книгу, бумажных уже нету в природе, их уже давно все разобрали. Но самое лучшее, последнее было украшение стресса. Запомните, украшение стресса. И там все написано. И вы берете, делаете, а вот подбор приемов путем перебора, когда вы подбираете индивидуальный прием, вот Влад подобрал переминание с ноги на ногу, да? А вы, допустим, подобрали там лыжника, а кто-то подобрал себе там желтая болтая. Вот сам процесс подбора тренирует креативное смышление. Это удивительная штука. Да, сам процесс перебора. Ну, там, конечно, если стадия сел-посидел после этого, стадия после действия, момента истины с рассеянным взглядом, опять же, думаешь, о чем думаешь. Но в условиях рассеянного взгляда. Ну, короче говоря, как практически это делать, там в книге «Украшение стресса» написано. А сейчас я делаю новую книгу, скоро она уже выйдет. А я делаю ее в бешеном темпе, потому что у меня диск горел. Я уже говорил в прошлый раз, и теперь мне надо к сроку, который по договору, сдать материалы. А я сейчас жду друга старого, сейчас должен прийти. Я все делаю многозадачность такая, в условиях неопределенности. Да, срок стоит, мне надо сделать. И что я делаю? Я беру, использую вот эту ситуацию. Я отрабатываю этот текст вместе с вами. Я вам рассказываю, почему метод «Ключ» идет по всей стране, по всей планете. Объясняю. Потому что вы сами так делаете инстинктивно. Видите, какие объяснения. Я отрабатываю, в книгу новую вкладываю. Да, и все будут знать, и «Ключ» пойдет еще больше. А может быть, не только по нашей планете. Да, нарисую сегодня новую планету. Может, и туда пойдет. Я шутник, вы же знаете. Да, ну, конечно, там повторяемые действия, которые снимают напряжение. А еще и идеорефлекторные приемы. Ну, как руки расходятся на автомате, там, как рука всплывает. Да, ну, вот недавно я смотрел, как человек, который привез НЛП в СССР. Да, вот это подъем руки там показывает. Это я его научил, как правильно это делать. Сидников Фалюша, можете у него спросить. Который НЛП привез. Ну, ладно, до встречи. Пока.